Часть десятая. Лживое обещание золотого века. И сказал всеверно, святу-ка я тебя, стоящий прямо из-за него города, сам, королева мудрости. Может быть, там вслакоится твой дух и твоя святенная душа. И ввели меня в какую-то большую саду, в которой первым долго посетило меня каким-то необычайным святым. Королева сидела на самом высоком месте под Малдохимином. Около нее, с обеих сторон, стояли чиновники, слуги и свита, величественная до ужаса. Вдруг послышали звуки и страшные шуми. Я увидел какого-то человека, входящего в замок, в сиянии, с короной, с золотым воздухом. Все почему-то в одно пришли в ужас. Представ, он объявил, что наимысшим из всех богов Богом отличен тем, что свободнее всех тех, которые были до него и после него пребудут, и что больше всех и дальше всех может опозреть он из света. И назвал он себя Соломом, царем славнейшего народа, народа Исраиля. И сказал Соломом, теперь я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу, какая разница между мудростью и глупостью. Когда произвели известие, было объявлено, что ее милость, королева мудрость, замечая, как благодаря тайкону пришедшим иноземцам, много вводится всяких бесчист, приказала выслать навсегда из королевства тех, которые подадут повод к тому, а я не знаю, выслать немедленно обжорство, жадность, распрощичество, сладострастье и так далее, и так далее, и так далее. Список был бесконечным. При том, чтобы с этой минуты тотчас же их не было видно в этом городе, под страхом самой страшной смертной доказательности. Когда это решение было опубликовано, посредством изоциально для этого изготовленных листов, то всюду поднялся пул ликующего народа, и у каждого, кого у меня, конечно же, явилась надежда на золотой ветвь во всем белом воскресестве. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok